хорошо еще лучше а вот так совсем хорошо всем привет друзья в этом видео буду заниматься шпаклевкой стен в прошлой серии я делал штукатурку сеткой кто не видел этот процесс рекомендую к просмотру после пяти дней высыхания штукатурки приступим к следующему этапу сначала уберу все мелкие неровности оставленные на этапе штукатурки произвожу эту уникальную операцию серебряным шпателем купленным за 27 рублей затем загрунтую стены грунтовкой глубокого проникновения наношу и валиком с рубиновой тростью труднодоступных местах работая кистью ждем высыхания грунтовки и приступаем шпаклевки стен в качестве шпаклевки использовал ротбэнд финиш здесь все просто если вы осилили штукатурку то шпаклевка стен будет намного быстрее и легче наносим шпаклевку на большой шпатель и любыми удобными для вас движениями осуществляем шпаклевание хоть справа налево слева направо снизу вверх сверху вниз неважно делайте как вам удобно главное следите чтобы на шпателе не попадал мелкий мусор если при движении шпателя у вас остаются царапины на стене это говорит о наличии мусора на шпателе чистите шпатель убирайте мусор и продолжайте работу первую комнату я зашпаклевал в принципе примерно за минут 40 это вот в первый раз я шпаклюю за минут 40 вот этот угол я зашпаклевал вот в этих местах уже начало подсыхать ну что вот первый слой практически высох есть вот такие вот мелкие неровности так называемые усы в общем буду делать второй слой вот вторая комната тоже практически высохла есть мелкие неровности такого плана наплывы но это все я шпателем такие наплывы шпателем все уберу и нанесу второй финишный слой думаю будет уже самый раз под покраску первый слой шпаклевки высох убираю мелкие наплывы шпателем и повторяю процесс аналогично первому грунтовку между первым и вторым слоем я не использовал если вы делаете большой перерыв в работе и работаете в особо пыльных помещениях производитель шпаклевки рекомендует повторить процесс грунтования стен на откосах нужно набраться терпения и никуда не спешить чтобы хорошо заполнить угол и сделать его более плотным использую указательный палец в паре с резиновыми перчатками закончил я второй слой шпаклевки вроде неплохо получилось ну посмотрим когда все высохнет все равно еще дополнительно мелкие неровности я буду зачищать специальной шкурочкой для шпаклевки осталось теперь только ждать пока все высохнет друзья если вам понравилось это видео поддержите его лайком и комментарием в следующей серии буду осуществлять покраску стен и многое другое всем удачи стройтесь легко увидимся в старых и новых видео субтитры сделал DimaTorzok у нас Продолжение следует...